Блин, пипец, как они живут. Эх, жалко их. Такая рань, они на работу идут. На улице срань ещё та. Хорошо, что мы коты, пацаны. Когда положил еду слишком далеко от кровати и не хочешь вставать? Когда пришёл на тусовку, где никого не знаешь? Я просто посижу, помолчу. Я покупаю самое большое одеяло, чтобы мы точно поместились. Она ночью. Отдавай. За завтраком встретилась со своей кошкой для обсуждения ряда важных вопросов. Первое, кто мой малыш? Второе, кто моя сладкая девочка? Третье, кто моя красавица? Встретились с котом для обсуждения. Первое, кто нассал, блин? Второе, кто цветок скинул на пол? Третье, как ты шкаф сломал, говнюк пушистый? Я делаю репост розыгрыша и ни на что не рассчитываю. Я когда не выиграл. Ожидаемо, но всё равно обидно. Я с завтрашнего дня начинаю худеть. Я на следующий день. Ну, не получилось, так не получилось. Когда дождался своей любимой погоды? Ля, как хорошо. Блин, а вдруг мама везде камер наставила и следит за мной? Когда на тебя ругается мама и тебе становится смешно, ты пытаешься сдержаться и чтобы не заржать выпучиваешь глаза. А это работает? А ну давайте попробуем. Не знаю, мне не помогает. Итак, друзья, всем привет. Меня зовут Алексей Сова и сегодня у нас новая подборочка приколов с котиками. Поехали. Хомячок ерунды не посоветует. Ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву, я уже не вывожу. Ты слишком много работаешь. Расслабься. Думаешь? Да, порой нужно просто послать всё к чертям. Ты прав. Очень грустная история. Мне грустно. Грустно-прегрустно. Что случилось? Я всё сожрала. Ну, хочешь, я тебя угощу своими вкусняшками? Ты не понял. Я всё сожрала. Скоро мы откроем в тебе продуктовый магазин. Я котист. Мой стакан наполовину хлюм. Порой нам нужно просто немного солнышка, тепла и чего-нибудь пожрать. Твоё лицо, когда ты наблевал на пол и смотришь, как самое разумное существо на планете убирает это. Как ты жалок. Как видят тебя твои десять включённых будильников по утрам? Будильники, выключайтесь. Чем ты занимаешься? Я преподаю бокал. Бокал? Ничего не путаешь. Может, вокал? Нет, перед тобой кандидат в мастера спорта. По фигурному шатанию. Мне о тебе так много неприятных вещей наговорили. Правда? Можешь их озвучить. Для чего? Хочешь оправдаться? Нет, просто хочу дополнить. Вдруг они что-то упустили. Эх, блин, выпрямитель дома забыла. Не поворачивайся, давай сделаем вид, что мы обиделись. Чем больше я сплю, тем меньше ерунды успею натворить. Поэтому я и просыпаюсь в обеденное время. Ради спокойствия всего этого мира. Не благодарите. Зачем тебе эти осени шмосени? Оставайся дома, спатеньки будем. А потом чайку бахнем. Чем это ты занимаешься? Беляши кушаю. Мама приготовила, еще горячие будешь? Ты же говорила, что не ешь после шести. Я шестой доедаю, после него не буду. Когда мяукаешь человеку изо всех сил, чтобы он насыпал тебе чего-нибудь пожрать. Но вместо этого он мяукает в ответ. С пятнадцатью фонетическими ошибками. Сколько тебе сегодня лет? Тяжелый вопрос. Таракана в голове на шестнадцать, спина болит на пятьдесят, ворчу на семьдесят, портачу на двадцать, по паспорту тридцать. Давно хотел тебя спросить, как проходят твои будни? В основном я каждый день только работаю. А что ты делаешь у себя на работе? Устаю за деньги. Мое лицо, когда кто-то съел вкусное, которое я мысленно отложил себе. Я просыпаюсь и начинаю собираться. Кот. Может, ну его, ложись обратно. Учеба начинается. Тот самый парень, который всегда болит. Купаюсь на море. Сегодня хлопьями не завтракаешь, коробка на обслуживании. Как подружиться с новой компанией? Инструкция. Подходишь и дружишься. Когда кто-то просит рассказать о себе, и ты забываешь все, кроме своего имени. Я проходил мимо кухни в час ночи, а ты там сидела и ела бутерброды. Сколько можно наедаться на ночь? Ты же превратишься в шар. Я могу, в принципе, не наедаться на ночь, но у меня нет такого принципа. Объясните еще раз, на что вы жалуетесь? Доктор, кажется, у меня аллергия на осень. Все мое тело начинает покрываться одеялом. И весь день хочется спать. Скажите, вас не тревожат голоса внутри? Меня в основном тревожат голоса снаружи. Голоса в моей голове меня только утешают. И успокаивают. Когда целую неделю взаимодействовал с разными людьми. И притворялся нормальным членом общества. А в выходные весь день валяешься и отходишь от этого. Наслаждаясь тишиной и одиночеством. Человек, я понимаю, что в твоей жизни настали тяжелые времена. Уволили с работы, денюжек совсем не осталось. Но это не повод сегодня мной завтракать. Не ешь меня, подумай. Иногда я бываю без настроения, на всех срываюсь. Но в целом я очень добрый, честное слово. Хорошо усвоили. Или мне повторить надо? Ну вот, снова сорвался. Простите. Когда пришли гости, ты делаешь вид, что рад. Ге-ге. Долго мне еще ждать, пока вы уйдете. Я хотела сфотографировать ужин в инстаграм, но получилось гораздо лучше. Кот встает и уходит с места, на котором лежал. Я. Моя бабуля увидела, как наша кошка спит на полу на коврике и решила связать ей диван крючком. Теперь она спит только на нем. Когда кукуха уже на грани отлета, но ты стараешься сохранять позитивный настрой. Я в порядке. Что-то вы мне не нравитесь. Да и вы, доктор, не красавец. Ты шо, не сёшь. Скажите, а что это у вас на сыре? На этом плесень. Плесень с глазами. Почему ты постоянно врешь? Я экономлю правду. Фо. Две причины, почему я не беру трубку. Я сплю. Иди в задницу. Только не надо говорить, что у меня нет чувств. Голод, например, я чувствую прекрасно. Никто, абсолютно никто, девочки когда включили камеру. Бе-бе-бе. Мой кот боится даже выйти в подъезд. Коты, живущие на первом этаже. Хозяин, я погнал. Буду через месяц. Срочные новости. Сегодня в комнате был найден бешеный кот. Чтобы избежать разрушений, было решено усыпить его обнимашками. Когда объелся вкусного и встаешь за второй порцией. Уф. Когда пытаешься выбрать между сном и учебой. Ну, выбор очевиден. Твое лицо после того, как почти разрушило квартиру. Хе-хе. Почти поймала. Ну, технически поймала. За кончик вермишельки. Я после первого похода в зал. Кот чувак. Кажется, у него для меня важное задание. Конечно, покормить котика. Я с завтрашнего дня начинаю бегать. Я на следующий день. Бегать некуда. Мы выкидываем шторы с зацепками и покупаем новые. Кот. Удобненько. Цените моменты, когда ваша кошка смотрит в окно. А не пытается разрушить вашу квартиру. Наиболее точная иллюстрация слова на хлебник. О, я своей силе купил тоже такую лежанку, когда увидел ее в мемах. Такая лежанка в форме хлебушка. Прикольно. Огнедышащий кот-одракон. Я режу продукты на салат. Мой парень. Стоит ей только отвернуться, и вы мои. Наташа, ты же не заботишься обо мне совсем. Жестокая, бессердечная, равнодушная. Так-то лучше, но еще бы еды. В принципе, не холодно, если гулять дома. И да, друзья, вот к этой картинке вы можете придумать прикольную подпись и написать свой вариант в комментарии под этим видео. И лучшие из них обязательно попадут в следующий выпуск. Гуляйте дома, друзья, и смотрите другие видосы Алексея Совой на моем канале. Алексей Сова – это я, да. А еще у нас с Аленой есть своя книга, которая называется «Привет, мир» и продается во всех книжных магазинах. Книга в жанре фантастика, про искусственный интеллект, и ссылочки на нее вы можете найти в описании под этим роликом. А впереди вас ждут ваши лучшие комментарии к предыдущему выпуску. С вами, как всегда, был Алексей Сова. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин